Приветствую вас! Давайте подумаем немножко о том, что вы пишете. Что представляет из себя ваше письмо? На первый взгляд это вопрос. Но это странный вопрос. Это вопрос не тот, который задает взрослый человек взрослому человеку. Это вопрос больше похож на вопрос ребенка. Детский вопрос. Почему детский? Потому что в нем нет цели. Вы говорите, подскажите мне, что делать, как взять себя в руки. Но что делать, чтобы что? Вы не говорите. Сама по себе фраза «взять себя в руки» означает подавить. Подавить свои чувства. Подавить свои эмоции. Подавить свои желания. Подавить себя. Ничего хорошего из этого не будет. Ничего хорошего не будет, если вы перестанете замечать свои чувства, перестанете замечать свои эмоции. Вы будете действовать только исходя из того, что надо. Я так вот, знаете, подозреваю. Я так подозреваю. Не первый раз. То есть, не первый раз вы пытаетесь взять себя в руки и не первый раз вы пытаетесь себя подавить. Не первый, не впервые такое происходит. Вот результат. Почему так? Потому что внутри вас сидит установка, что вы должны быть сильной. Почитайте в интернете про драйвера. Психологические драйвера. Я думаю, что вы поймете, о чем идет речь. Очень интересно это исследовать. На самом деле. Как борются в человеке два противоречивых начала. Одно начало говорит, я должна быть сильной, я должна быть независимой, я должна со всем справиться. Другое начало говорит, я слабая, я боюсь всего, я ничего не могу, помогите мне, защитите меня. Так примерно происходит. Мне почему-то кажется, что именно так. Я, конечно, не буду утверждать наверняка, вот. Но думаю, что у вас один из этих самых драйверов имеет место быть. И по факту, по факту, да, именно с этого и нужно начинать. Есть драйвер, который запрещает вам, например, быть слабой в глубине вашей души. Но вы также запрещаете себе быть слабой. Есть драйвер, который запрещает вам быть слабой. И есть вы, которые тоже не позволяют себе быть слабой. Но при этом, при этом, вы же хотите этой слабости. И вы делаете все, чтобы она, эта слабость, ну, как-то проявила себя. Да, потому что любой человек в ней нуждается, ну, в этой слабости на самом деле. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Это если вот, ну, если вот так вот на скидку, на скидку, да, то есть понятно, что... Более глубокая проблема, понятно, что есть стойкости, есть нюансы, все понятно. Вот, но тем не менее. Что по итогу? Должна быть сильной, проявляют слабость, не являясь сильной, не являясь слабой, где-то посередине. Все, расщепление. Невозможность выбора. Отсюда. Все то, что указал мой коллега. Неопределенность, тревожность, эээ, что еще? Кхм-кхм, что еще? А, не устроенность жизни. Эээ, я бы сказал, я бы добавил всегда жертвенное поведение. Детское поведение. В том плане, что вы ждете, ну, от других людей, что они вот там, ну, будут как-то вам помогать. Ну, это как-бы, перенос ответственности, на самом деле. Дальше. Дальше. Значит, так. И, соответственно, болезнь. Болезнь ваша. Она действительно вам выгодна. Она действительно вам выгодна. Чем выгодна? Выгодна. А выгодна она вам тем, что вы благодаря ей, ну, благодаря вот своему заболеванию, да, например, можете... а, вот, как бы, ну, благодаря своему заболеванию, вы можете оставаться вот в своем... в своем состоянии, а именно не брать ответственность на себя, а именно не делать того, что вы делали, будучи здоровы и так далее. Понимаете, вот вы просто представьте себе, просто представьте, что бы вы делали, если бы вы были здоровы. Что бы было, что происходило бы, как бы вы себя вели, что бы вы делали. И нравилось бы вам, нравился бы вам вот этот вот быт ваш, который имел бы место. То, что сейчас происходит, это безусловно, ну, не самое хорошее, то, что сейчас имеет место быть. Это, ну, как бы, как бы, далеко не самый лучший расклад. Но, это лучше, чем то, что могло бы быть. Хотя бы так, хотя бы так, вы имеете право на то, чтобы себя жалеть, понимаете, вот и все. А жалеть вам себя нужно для того, чтобы получать ту самую любовь, поддержку, ласку, заботу, которую вам не хватает. По-другому получать это вы не можете, у вас не получается, ну, в смысле, не научились вы. И так, да, да. Вот и все. Вот и все. Можно научиться, можно все это подкорректировать в индивидуальной работе, конечно же. Вот. А первое, что нужно, это вот, знаете, обратите внимание на то, что вы думаете о себе. Вообще. То есть, ну, конкретно. Что вы думаете о себе? Как часто вы себя, например, хвалите за что-то? Как часто вы себя, ругаете за что-то? Если вы себя ругаете за что-то, то, соответственно, как вы это делаете? В какой форме вы это делаете? То есть, делаете ли вы это в форме конструктивной критики или делаете вы это в форме, как бы, ну, исключительно деструктивной критики? Понимаете? Вот. Это все тоже очень важный аспект. Это все тоже очень важный момент. Это все тоже очень важно для вас прочувствовать. Это первое. Второе. Как часто вы, ну, скажем так, например, ждете чего-то от других людей? Как часто вы ждете чего-то от других людей из того, что сами, в принципе, могли бы, ну, сделать из того, что сами могли бы провернуть, из того, что сами могли бы для себя исполнить и так далее? Вот как часто это бывает с вами? Подслеживайте эти мысли для себя. Подслеживайте эту историю. Дальше. Дальше. Какие чувства вы подавляете себе? Почему? Из-за чего? Ну, что-то. Какие аргументы? Откуда вы знали, что чувства, что, ну, ваши чувства нужно подавлять? Кто сказал, кто научил это делать? Как бы вы могли выразить эти чувства? Как... Как... Как часто вы получаете... Позитивные, ну, позитивную обратную связь, скажем так? Свой адрес. Какая она? Эта, эта связь. Э-э-э-э-э... Насчет... Какую бы вы хотели... Связь получить. Получать. Знают ли люди... об этом, о том, чтобы хотели бы получать связь? Ну, именно вот, именно такую. То есть это всё вот очень, очень, очень важный момент на самом деле. Вот это то, о чём я, может, рекомендовал бы вам подумать, подумать, ну, как следует, да, подумать, рассмотреть это всё. Это то, с чего могла бы начаться ваша индивидуальная работа. Ну, а дальше уже по ситуации. Последнее. Что вы в себе не принимаете? Вообще. И что вы считаете, вот, у вас, ну, плохо от слова «совсем». Это важно. Это очень важно. Чтобы вы, вот, поняли, что в вашей, что в вас, по вашему мнению, плохо. От слова «совсем». Понимаете? На этом всё. Я думаю, что пока этого, в принципе, достаточно. Вот. Надеюсь, что это было полезно для нас. Понимаете? Я бы, наверное, хотел сказать ещё про обман. Немножко. Про обман. Чуть-чуть. Вот. Почему вас обманывают ваши, ваши, наши, обманули знакомые, что обещавшие помочь, да? Потому что вы так их, ну, воспринимаете, так, своих знакомых. То есть вы ведёте себя с ними так, что вас как бы хочется обмануть. То есть вы своим поведением даёте людям соблазн вас обмануть. Вот. Я не говорю, что это ваша вина. Я скорее хотел, я скорее хотел сказать, что вы это делаете. И модель, модель поведения вашего можно корректировать, чтобы не было такого, ну, чтобы вы не провоцировали людей на обман. Да? Дальше. Мама орёт. На вас ли орёт ваша мама? Вот серьёзно. На вас ли она орёт? Ну вот задумайтесь. Вы ведь переживаете, да? Вы ведь реагируете на это как-то. Ну, вам неприятно. Вот. Вот. На вас ли мама орёт? По факту. По факту. На вас ли? Вы, если вы подумаете, то выяснится, что нет. К вам вообще это отношение не имеет никакого. Но вас это задевает, да. Вас это задевает, безусловно. Вас это задевает. И задевает вас это не случайно. Вот. Обратите внимание, как и чем вас это задевает. Чтобы на это также обратить своё внимание. Чтобы также обратить внимание на это, что меня задевает. Что я чувствую, как я могу это реализовать. Чтобы не задевало. Ну вот. Понимаете? Какие я выводы делаю, например. Ну вот. Из того, что происходит. Вот так. На этом всё. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.